Привет, меня зовут Анна. Мы с вами продолжаем изучать математику и тема сегодняшнего урока умножение и деление круглых чисел. По плану мы сегодня с вами обсудим, что же такое круглые числа, также обсудим, как умножать круглые числа, но и как делить круглые числа. Итак, посмотрите, пожалуйста, на данные числа 20, 190, 70. Что объединяет и эти 4 числа? Ну, конечно, вы увидите, что они все оканчиваются нулем, то есть в их единицах ноль. Это и будут круглые числа, те числа, в записи которых в конце, в единицах будет ноль. Это и есть круглые числа. С круглыми числами точно также можно выполнять действие умножения и деления. Мы начнем с умножения и вспомним, что умножением заменяют сумму одинаковых слагаемых. Вот посмотрите на картинку. У меня есть 6 стаканов с карандашами. В каждом стаканчике один десяток карандашей. Я могу записать это с суммы 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10. Но посмотрите, у меня стаканчики разделены по два. То есть получается у меня в одной группе два стаканчика, то есть это два десятка карандашей. 20, 20 и 20. Как я могу заменить умножением данную запись? 20 плюс 20 плюс 20. У меня 20 повторяется три раза, то есть я могу 20 умножить на 3. Как же я умножу? А умножение с круглыми числами происходит так же, как умножение с единицами. Я просто 20 представляю как два десятка. Если я два десятка умножу на 3, 2 умножить на 3, это будет 6. И у меня получается 6 десятков. По-другому я буду в тетрадочке записывать. 20 умножить на 3 будет 60. Теперь посмотрим, как же мы можем разделить. Итак, если у нас 20 умножить на 3, это будет 60. 60 это наше произведение. Мне, например, нужно эти 60 карандашей разделить на 3 группы. И таким образом я с вами 6 десятков делю на 3 кучки. 6 разделить на 3, это будет 2. То есть 6 десятков разделить на 3, это будет 2 десятка. Как я это запишу иначе? 60 разделить на 3, это будет 20. Отлично. Ну и также я могу разделить круглое на круглое число. Я помню, что 20 умножить на 3, это 60. Если мне, например, 60 карандашей нужно разложить по 20 на кучки, я 60 делю на 20. Я 6 десятков делю на 2 десятка. 6 разделить на 2, это будет 3. Обратите внимание, что не 3 десятка, потому что и здесь десятки, и в нашем делителе тоже десятки. Они как бы убираются. Если в делимом у делителе десятки, то мы как бы их сокращаем. И у нас в ответе получается 3. Таким образом, 60 разделить на 20, это будет 3. Здесь точно так же. Вот посмотрите на записи 60 разделить на 20. Почему получилось не 30? Потому что нули я как бы сокращаю. Я сокращаю их. Они у меня уходят совсем, да, они мне не нужны. Потом 6 я делю на 2, у меня получается 3. Я надеюсь, это понятно. Давайте подведем итог. Мы сегодня с вами обсудили, что такое круглое числа, вспомнили, что такое умножение и поговорили, как умножать и делить выражения в выражениях с круглыми числами. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем уроке. Пока!